Бумага, карандаш и безграничная фантазия – главные инструменты для любого художника, в том числе и для художника по комиксам. Студентов ГОЭС учили рисовать комиксы не кто-нибудь, а художник из Франции Люк Лефевр. Помимо папки для зарисовок, у Люка Лефевра есть еще и мотоцикл, на котором он путешествует по миру, набирается впечатлений, делает зарисовки. Во Владивостоке он уже не в первый раз. За время гостевания путешественник успел познакомиться с городом и даже придумал, как его изобразить в комиксе. Например, сделать некий микс «Сан-Франциско» и обыграть полицейскую погоню за бандитами. Рельеф располагает к экшену. Кстати, персонажами комиксов Лефевра являются животные, в основном свиньи, крысы и обезьяны. Даже когда ты рисуешь фантастических героев или животных, ты все равно откликаешься на события, которые существуют в реальной жизни, но не напрямую. Если рисовать реально существующих, действующих лиц, президентов или видных политиков, твои книги быстро забудут, поскольку твои политические деятели быстро сойдут со сцены. Поэтому я предпочитаю рисовать на какие-то более общие и в то же время глубокие темы. Желание власти, отношения мужчины и женщины, как выжить в современном мире и так далее. А пока студентов-дизайнеров учили более простым вещам, как выбрать сюжет, разбить на кадры, сделать карандашный набросок, где разместить текст. Многие, кстати, всего за полтора часа занятий успели нарисовать свой небольшой комикс. Мы выбрали одноименный роман Стивена Кинга «Оно». Решили сделать раскадровку, как Финнивайс стал злобным. Если я раньше садилась рисовать комиксы, я вроде рисую, рисую, потом думаю, так, у меня не получается, надо почитать в интернете. Положу-ка я. А сейчас я не буду ложу, не читать. Сейчас я знаю. Я, допустим, думала, что комиксы больше идут для людей, кто рисует в диджитал, в графике. Компьютерной. Компьютерной. Но тут, мне кажется, можно и традишникам вполне. Традиционно. Традишником можно называть. Это профессионально. Можно раскрутиться и начать заниматься комиксами. Начать заниматься комиксами просто гораздо сложнее их продать. Если в Европе и США комиксы достаточно популярны, то в России к ним не относятся столь серьезно. Тем более, что наши читатели предпочитают комиксы крупнейших издательств Marvel и DC. Отечественным издательствам и авторам с этой индустрией соперничать сложно. Независимым авторам комиксов очень тяжело быть сейчас, потому что выхлоп не такой большой. У нас не такая большая еще пока аудитория, но она постепенно нарастает. Все больше людей увлекаются комиксами. Им интересно читать не только про супергероев, но и какие-то просто жизненные истории, фантастику от независимых авторов. Такие истории, конечно, более интересные. В любом случае, авторов комиксов по Владивостоке становится все больше. Конечно, подавляющая часть из них – любители, но есть уже и настоящие профессионалы. Они выкладывают свои труды не только на просторах интернета, но и издают печатные версии. Вполне возможно, что доля отечественных комиксов на полках специализированных магазинов увеличится с 5% хотя бы до 20%. Катерина Матвеева, Андрей Макаров, Новости на Восьмом. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Продолжение следует...